Отрывок из произведения «Сном». Но однажды утром девочка просыпается немного бодрее, чем всегда. Она что-то видела и в сне никак не может вспомнить, что именно и смотрит долго и внимательно в глаза матери. «Тебе что-нибудь нужно?» – спросила мама. Но девочка вдруг вспоминает свой сон и говорит шептком точно по скрету. «Мама, а можно мне слона? Только того, который не нарисован на картинке. Можно?» «Конечно, моя девочка, конечно, можно». Она идет в кабинет и говорит папе, что девочка хочет слона. Папа тотчас же надевает пальто и шляпу и куда-то уезжает. Через полтора часа он возвращается с дорогой красивой игрушкой. Это большой серый слон, который сам качает головой и машет хвостом. На слоне красное седло, а на седле золотая палтака. И на ней сидят трое маленьких человечков. На девочке, но девочка глядит на игрушку так же равно, как на потолок и на стену. И говорит вяло. «Нет, это совсем не то. Я хотела настоящего живого слона. А это мертвый». «Ты погоди, только надо, — говорит папа, — мы его сейчас заведем, и он будет совсем, совсем как на живой». Слуна заводит ключиком, и он покачивает головой и помахивает хвостом, начинает переступать ногами и медленно идет по столу. Девочки, это совсем неинтересно и даже скучно. Но чтобы не угорчить отца, она шепчет секретку. «Я тебя очень-очень благодарю, милый папа. Я думаю, ни у кого нет такой интересной игрушки. Только помнишь, ведь ты давно обещал сводить меня в зверинец посмотреть на настоящего слона». И ни разу не повез. «Ну, понимаешь же, милая моя девочка, пойми, что это невозможно». «Слон очень большой, он до потолка, он не поместится в наших комнатах. И потом, где я его найду. Папа, да мне не нужно такого большого. Ты мне принеси хоть маленького, такого живого. Ну, хоть вот такого, хоть слоненышка. Милая девочка, я рад все для тебя сделать, но это я не могу. Ведь это все равно, как если бы ты вдруг меня сказала, «Папа, достань мне на небе солнце». «Девочка, грустно улыбается, какой ты глупый, папа. Разве я не знаю, что солнце нельзя достать, потому что оно жжется, и луну тоже нельзя. Нет, мне бы слоника настоящего». И она тихо закрывает глаза и шепчет «Я устала, извини меня, папа». Папа хватает себя за волосы и убегает в кабинет. Там он некоторое время мелкает из угла в угол, потом решительно бросается на пол недокуренную попросу, за что ему всегда достается от мамы, и кричит громчной, горничной. Ольга пальто и шляпу впередную выходит. «Женя, ты куда? Саша?» – спрашивает она. «Он тяжел, тяжело дышит, застегивает пуговицы. Пальто я сам, мышенька. Не знаю, куда только кажется я сегодня к вечеру и в самом деле приведу сюда к нам настоящего слона». Женя смотрит на него тревожно. «Милый, здоров ли ты? Не болит ли у тебя голова? Может, ты плохо спал сегодня?»